Проблемы медицины сегодня проблемы, которые волнуют людей на первом месте. И не случайно, и губернатор области, когда проводит городсоветы в районах, особое внимание уделяет здравоохранению всегда. Что касается деятельности Никольской ЦРБ, значит, это центральное медицинское учреждение, в составе которого и стационар, и поликлинический корпус. Значит, понятно, что самый большой поток. Вот детское отделение, поликлиники 5 тысяч пациентов, взрослого больше 10 тысяч. Здание содержится в очень хорошем состоянии. Основная проблема – это стесненность. Стесненность, когда в одной поликлинике и детство, и взрослого поликлиника, ну, к сожалению, это, собственно говоря, наследие того, что досталось. Поэтому надо искать новые решения. Их несколько. Это возможности изменения потоков в существующих объемах здания. Это возможности пристройки на площадях. И это возможности надстроек. Пока готово никакого архитектурного решения нет, хотя поликлиники решением Олега Александровича на городсовете деньги запланированы на 20-21 годы на реконструкцию и кровли, и необходимые внутренние работы. Поэтому сегодня мы с главой в рамках вот этого рабочего решения и исполняющей обязанности главного врача больницы договорились о том, что сейчас архитектурно-планировочное решение надо подготовить. Пока речь не идет о деньгах, речь идет о принципиальном решении, что делать для того, чтобы создать людям наиболее комфортные условия. Мы понимаем, что финансовые ресурсы запланированы в рамках протоколов о градсоветах. Теперь грамотными распорядиться – вот это основная задача. То, что в стационарном корпусе, ну на самом деле там уже стадия изменений. Корпус 30-летней давности, конечно, износился, конечно, внутренняя его обстановка не соответствует ни требованиям, ни даже внешнему виду. Но отрадно то, что процесс пошел, то есть сделаны наиболее грязные виды работ в этом году, в конце 2018-го, начале этого. Значит, вентиляция, проведены новые электросети, на очередь теперь уже необходимы внутренние работы. Ну и то, что новое руководство больницы говорит о необходимости изменения потоков, изменения отделений, и перераспределения их в соответствии с задачами современными, да, это тоже правильно. Прекрасно то, что есть четкий очень план поэтапных действий, при котором за два последующих года, ну за этот и еще два следующих, стационар больницы превращается в современное учреждение, каким оно должно быть в районном центре. Ну и очень старая, давняя, больше чем вековая проблема бывшего, да, изначального здания больницы, деревянного здания. Ну, к сожалению, как и люди, здания тоже стареют, поэтому, видимо, пришла пора принимать решение о его поэтапном закрытии, выводе его из эксплуатации, поскольку, ну и административный управленческий персонал, и медицинский персонал тоже должны, в общем, иметь комфортные условия для работы. Я думаю, что при поддержке главы района, с учетом тех решений, которые приняты губернатором о выделении средств на градсовете, проходившем, да, в Никольске, за ближайшие два-два с половиной года Никольская и центральная районная больница, и поликлиника должны превратиться в учреждение современное. Тем более, что мы видели, мобильный ФАП есть в районе, он ездит, работает уже более полугода, вызывает очень положительный отклик у населения. Есть прекрасный персонал, который работает, очень душевные женщины, которые отдают себя действительно не просто по чувству долга, но и, видимо, по верению души. Есть очень молодой, энергичный руководитель, поэтому я думаю, что все получится. Все получится, необходимое решение принято, и теперь самое главное их реализовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова